Кинолицензии К счастью, игре по мотивам нового фильма «Терминатор» не повезло. В ней собраны все ошибки и просчеты, за которые так не любят других представителей этого весьма специфического жанра. Начать хотя бы с того, что сама вселенная не оставила для разработчиков хоть какого-то простора для фантазии. События разворачиваются за несколько лет до операции, о которой рассказывается в одноименной киноленте. И по ходу выполнения однообразных миссий главный герой встречает нескольких персонажей с большого экрана. Большую часть времени протагонист бежит вперед, часто в окружении напарников, сражаясь с тремя типами машин. Да, в игре всего три типа рядовых противников, у каждого из которых есть свои слабые стороны и уязвимые места. Если героя сопровождают другие члены сопротивления, то ему достается роль того, кто будет по этим уязвимым местам стрелять. Разумеется, используя тяжелое оружие. Напарники не отличаются сообразительностью, но свою роль исполняют хорошо, отвлекают внимание. Впрочем, благодаря удобной системе укрытий пасть смертью храбрых достаточно непросто. При грамотном управлении герой ловко перемещается от одного заграждения к другому. И единственное, что может его остановить, это какой-нибудь баг или угол. Когда Джон Коннор вроде бы и бросается к новому выступу, но застревает на полпути и не может сдвинуться с места. Руины Лос-Анджелеса — идеальное место для ведения боевых операций против машин. Предполагается, что один терминатор представляет собой огромную опасность, из-за чего и приходится постоянно перебираться из укрытия в укрытие. Проблема в том, что ничего кроме таких перестрелок в игре нет. А надоедают они очень и очень быстро. Да и потом, на полное прохождение уходит максимум 5 часов, чего явно недостаточно даже для проекта по мотивам. Рассматривая визуальную сторону Salvation, хочется похвалить игру за выдержанную стилистику и хорошую игру цвета. Палитра как раз та, что используется в первоисточнике. Другое дело, что высокое разрешение в версии для PC не значит, что она также обладает лучшими текстурами и моделями персонажей. Учитывая, как часто в игре встречаются ролики на движке, порой уж слишком часто. Странно, что многие персонажи выглядят так нелепо. Еще большее недоумение вызывает то, что в игре нет модели Кристиана Бэйла. Показывают Джона Коннора, но ты не сразу понимаешь, что это он. Это, возможно, было бы простительно, будь у Salvation какие-нибудь по-настоящему сильные стороны. Но из-за их отсутствия рекомендовать ее кому-либо, кроме поклонников простых шутеров или Терминаторов, не стоит.